Назрановская третья школа с 80-х годов выпускает в самостоятельную жизнь тысячи подростков. Здание учреждения не маленькое, рассчитано на 700 мест, но и этой территории уже недостаточно. Количество учащихся растет. С двухсменного режима обучения вынуждены были перейти на трехсменку. Долго етиться ученикам не придется, ведь совсем скоро их ждет обновленная, масштабная по всем параметрам школа на 1600 мест. А пока дети за реконструкцией могут наблюдать через заборы. В этой школе я учусь с первого класса. Я очень рада тому, что наша школа попала под реконструкцию. Стены нашей школы заменятся новыми и это придаст мотивацию учиться нашим ученикам. Всего площадь территории занимает 2,5 гектара. Под застройку отведено 5,5 тысячи квадратных метров. Здесь также будет футбольное поле с искусственным покрытием, два мини-поля, теннисный корт и игровые площадки. Также традиционный актовый зал, спортивный и даже кинозал. Проект предусмотрен для полноценного обучения и комфортного пребывания как внутри, так и снаружи. Стадион с беговой дорожкой, площадка баскетбольная, площадка вторая баскетбольная, пожарный резервуар, брусчатка тротуарная спереди фасадной части, асфальтированные площадки у нас, озеленение у нас и покрытие спортивных дорожек, вот все инвентарем, все это будет уходить в благоустройство. Деревья посадим, кустарники, все будет, цветы все посадим. За основу строительства взяли нынешнюю третью школу, где пришлось из-за ветхого состояния разрушить три блока. На их месте построили уже пять и один из них отведен под спортзал. Всего школа состоит из семи корпусов. Оставшуюся старую школу усилили и готовят к перезагрузке. Полностью обновят окна, коммуникации, полы и фасад здания. После капремонта стены послужат несколько десятков лет. Но и эти работы оставили на потом. Как все знают, через два месяца во всех школах первый звонок. И эта школа собирается уже в этом году принять в сентябре учеников. Для этого все бригады рабочих были перенаправлены на доработку учебных блоков. Как мы видим, здание уже имеет очертания будущей школы. Все монолитные работы закончены. К концу идет кладка перегородок. На некоторых уровнях полностью подключена электросистема и стены покрыты штукатуркой. Темп работы ускорен из-за предыдущей задержки во время эпид-ситуации. Чуть-чуть помешало, не чуть-чуть, а огромно помешало нам вот эти карантинные работы, потому что закрыли всю границу. Ни выезд, ни заезд транспорта. Те материалы, за которые мы оплатили, за те оборудования, которые оплатили, мы до сих пор не можем завести. Уже 2-3 месяца мы сидим. Еле-еле мы те материалы, кирпичик, где-то посредством, где-то другими способами достаем и достраиваем в школу. Но 1 сентября полностью сдать объект не получится. Цель специалистов – параллельно с учебой школьников достраивать образовательные учреждения. Так, например, спортблоком займутся в последнюю очередь. Пока детям физдрой придется заниматься на уличных спортивных площадках. Но, как уверяют строители, что к концу года под холода объект будет функционировать на все 100%. А проект школы на 1600 метр сможет принять 1830 детей, что делает ее бесспорно самой крупной школой в республике, обогнав центр образования города Магаз. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Магомед Доскиев, Новости 24.